Людям важно, чтобы их ценили, успехи замечали, и это имеет не меньшее значение, чем конкурентноспособная зарплата, отмечают специалисты. А если базовые потребности человека закрыты, то атмосфера в коллективе играет куда большую роль. Опрос, который провел многопрофильный аналитический центр, показал, что россияне стали меньше ценить высокую зарплату при выборе идеального работодателя. 70% респондентов отдают предпочтение соцпакету, фиксированному окладу и комфортной рабочей обстановке. Сейчас на рынке труда важен именно практический выхлоп. По подсчетам аналитиков, 80% российских работодателей имеют корпоративную систему индивидуального награждения именно производительных сотрудников, и только 18% важен стаж и выработка часов. Как следствие, эксперты отмечают появление новых способов мотивации труда. Конечно, классический пример мотивации всегда остается эта заработная плата, но это уже не в ятах, так скажем. Сейчас, конечно, для сотрудников важны немножечко другие мотивационные инструменты. Например, компенсация транспорта или мобильной связи или, например, интернета. Почему? Потому что сейчас очень много людей работает для стационка, удаленка. Изменился подход к рабочему месту персонала. Переход на удаленный режим работы закрепил новые мотивационные элементы. Сейчас совершенно меняется эта история в плане мотивации. Мотивация внутренняя и внешняя – вот эти вот истории. Мы говорим сейчас про, если деньги, то это внешние стимулы. Нам нужно сейчас идти от внешнего к внутреннему. На новый уровень вышло и обучение персонала. Показательно, что не занимаются развитием сотрудников всего 5% российских компаний. В большинстве случаев система обучения разработана с учетом потребностей различных категорий сотрудников. Есть варианты программ в зависимости от подразделения. В топе форматов обучения – участие во внешних курсах, программы менторинга и наставничества, организация профессионального обучения внутри компании. Ольга Хомракулова, События.